В международной конференции принимает участие более 140 специалистов в области геологии, минералогии, петрологии, химии, металлургии и стратегических руд. Третий из них – иностранные ученые с мировым именем из Великобритании, Швейцарии, Марокко, Франции, США, Индии, Японии, ЮАР и других стран. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Шестаков выступил с приветственной речью к участникам конференции и подчеркнул ее стратегическую значимость в рамках развития научной составляющей вуза. Геологическая факультет университета активно участвует как докладщик этой конференции. Второе – мы представляем свою базу и являемся организаторами всего этого большого научного сообщества, которое здесь несколько дней будет обсуждать очень важные вопросы, связанные с геологией металлов. Геологическая факультет и сотрудничество с Институтом минералогии Российской академии наукой – это одно из важнейших направлений нашего сотрудничества. Здесь обоссоединение университета и академического института. МИАС как место проведения международной конференции был выбран не случайно. Академик Российской академии наук Лилия Кагарко отмечает, что Урал – это классический регион месторождения различного типа, в том числе и стратегических металлов. Черная металлургия начиналась на Урале. Мы знаем, это Демидовские заводы. Так что этот регион в плане геологии представляет огромный интерес. И его можно только сопоставить с нашим Кольским полуостровом. Главной темой конференции является обсуждение проблематики добычи и потребления стратегических металлов, которыми очень богата наша страна, занимающая второе место в мире по запасам ископаемых данной группы. Лидером является Китай. Вы знаете, что сейчас стратегические металлы очень активно используются. Их потребление растет во всем мире. И вообще уровень потребления стратегических металлов говорит вообще об уровне экономики стран. Китай, который на первом месте по запасам находится, он очень активно развивает свои месторождения и продает уже готовые продукты. Так что нам надо к этому стремиться. И в будущем, я, конечно, надеюсь, что у нас нефтяные запасы огромные, они не кончатся. Но это вторая нефть. Это можно будет, конечно, как-то занимать международный рынок. В течение пяти дней ученые разных стран освещают приоритетные темы по геохимии, петрологии и рудному потенциалу, щелочного, базитового и гранитного магматизма. Стратегический металл в магматических комплексах различных геодинамических обстановок. Петрологии, геохимии, металлогении, магматизм океанов и многие другие. В рамках конференции состоялся симпозиум по экспериментальному моделированию природных процессов. Я занимаюсь изучением аспектов, связанных с образованием земной коры. Но на этой конференции рассказываю об особых рудных месторождениях, которые могут содержать такие элементы, как никель и медь. Рад возможности выступить на интересном мероприятии в интересном месте. Я изучаю физику минералов и внутреннее ядро Земли. Здесь я выступлю с докладом о физических особенностях железосодержащих сплавов и соединений в ядре Земли. Обычно центр Земли состоит из железа и некоторого количества других элементов. Также я расскажу о периодических кругах в нижней мантии Земли. Водород, углекислый газ и кислород могут проникать глубоко в ядро Земли. Мой доклад о том, как глубоко они могут проникать и какова взаимосвязь этих элементов. Одновременно с конференцией проходит 11-я международная школа по наукам о Земле имени профессора Леонида Львовича Перчука. Основная цель летней школы – ознакомление молодых ученых с состоянием научных идей в области наук о Земле. В рамках конференции иностранным гостям также продемонстрируют уникальные южноуральские геологические и природные достопримечательности. Эльменский заповедник, Золотую горку, Русскую Бразилию, Медведевское месторождение, Вишнево-Горский массив, а также проведут культурно-историческую экскурсию по Старому Мясу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова